добрый день друзья сегодня наши новости в основном иммиграционного толка поговорим о канаде о венгрии но начнем с турции а в турции у нас не спокойно хотя собственно когда в последние месяцы было иначе за полгода местные суды получили 47 тысяч исков связанных с выселением арендаторов в прошлом году таких обращений было всего 22 тысячи проблема собственно понятна инфляция в стране бьет рекорды недвижимость дорожает позволить ее может все меньшее число людей получается спрос на аренду растет ставки тоже а местные законы запрещают повышать плату более чем на 25 процентов в год при том что инфляция в стране куда выше конфликтные ситуации возникают по тем квартирам которые уже сданы и собственник хочет повысить стоимость аренды в контракте прописаны ограничения на рост стоимости аренды это ограничение в соответствии с индексом потребительских цен при этом для жилой недвижимости есть ограничение в двадцать третьем году на повышение не выше 25 процентов многих собственников ситуация не устраивает особенно если предыдущие контракты аренды были по небольшой сумме и они пытаются выселить арендаторов что не очень легко так как турецкое законодательство защищает арендаторов в турецких сми чаще всего стали рассказывать про ситуации когда собственник официально ничего не может сделать с выселением арендаторов и начинает делать что-то неофициально там драки и всякие разборки судиться это конечно тоже вариант но не самый простой во первых заграница и вступать в конфликт с местными жителями двойной риск во-вторых разбирательство начнутся в любом случае не раньше чем через восемь девять месяцев после подачи иска в третьих длиться они могут по несколько лет лучше если есть возможность решать проблему заранее или точнее говоря минимизировать риски если мы берем иностранных собственников недвижимости зная все эти нюансы турецкого законодательства вот относительно того что защищают право арендаторов риэлторы советуют сдавать через агентство на краткосрочную аренду туристам даже несмотря на то что спрос со стороны иностранцев на долгосрочную аренду снизился цены на аренду не падают например в алании на квартиру с хорошей локацией как минимум цены на аренду стартуют от 18 тысяч турецких лет это примерно 600 евро месяц и выше в зависимости уже от района и от площади квартиры также надо понимать что сейчас у нас сезон и очень многие собственники хотят побольше заработать в сезон и уже я думаю где-то к концу осени начнут появляться на долгосрочную аренду более выгодные оптимальные варианты и так особое внимание на то кому сдаем иностранцы да еще и туристы предпочтительней получается что краткосрочная аренда не только выгодна финансово но и в определенном смысле она надежнее конечно нужно чтобы ваша квартира заинтересовала туриста но тут можно лишь вспомнить рекомендацию выбирайте ликвидное жилье с точки зрения сдачи в аренду всяко лучше идем дальше канадская стартап виза она привлекает все больше иммигрантов с начала 2023 года число одобренных заявок по этой программе выросла более чем на 6 процентов напомню для участия в программе заявитель должен предложить инновационную идею ее будут оценивать профессионалы это бизнес-инкубаторы ангел инвесторы или венчурные фонды кто-то из них в итоге должен проект одобрить то есть выдать кандидату письмо поддержки и после получения такого письма уже можно приступать ко второму этапу собственно подавать документы на пмж поэтому первый этап упаковка проекта это важнейший элемент всей процедуры формально сфера в которой будет основан стартап не ограничено но практически все стартапы так или иначе относятся к стим естественным наукам математике инженерным дисциплинам так или иначе они связаны с айти но самое главное в ближайшее время программа стартап виз получит новый импульс сейчас канада принимает по ней три с половиной тысячи человек точнее три с половиной тысячи заявок в год но на неделе власти страны подтвердили что двадцать пятому году принимать будут уже шесть тысяч контакты компании работающих по канадской программе в описании к этому ролику и несколько слов про внж венгрии очередной вебинар прием с экспертами компании эртен капитал вызвал настоящий ажиотаж но удивляться тут не приходится совершенно очевидно тенденция после панической эмиграции прошлого года многие релаканты начинают уже более вдумчиво подбирать действительно комфортное место для жизни а европа что ни говори притягивает многих и так внж венгрии это не программа золотая виза а закон закон о праве на проживание в стране граждан третьих стран по обстоятельствам особого значения таким обстоятельством может быть например покупка новостройки или вторичной недвижимости в стране плюс заявителю и членам его семьи надо подтвердить финансовую независимость параметры этой независимости на экране любопытно что по закону недвижимость можно приобрести уже после одобрения заявки в течение трех месяцев то есть сначала карточка резидента потом покупка ориентировочная минимальная цена объекта 155 тысяч евро выбирать лучше всего жилье в будапеште под программу подходят только жилые объекты ипотека невозможно кроме того получаемый статус не позволяет в дальнейшем сдавать свой дом или квартиру в аренду поддаваться на такой внж можно или на родине или в консульстве страны если у заявителя есть еще какой-то вид на жительство или уже венгрии въехав туда по шенгену и последнее эксперт рекомендуют чаще всего сбор документов и процедура проверки по нынешним временам занимает но совсем мало времени около месяца карточку резидента готовят еще около месяца и срок действия в нж до пяти лет вроде все привлекательно хотя свои но разумеется есть во первых поскольку это не программа а закон то нет единственно верной схемы действий то есть вот нельзя утверждать сделайте так потом вот так потом вот так и будет вам счастье важно причем более чем когда-либо какие документы и как подготовить и вы или скорее всего нанятые вами юристы и второй момент это безусловно опасения связанные с возможными ограничениями и сейчас и в будущем то есть вот прямо сейчас в настоящий момент гражданам россии выдают такой внж или не выдают продлевают или не продлевают интернет на самом деле полон как положительных так и отрицательных историй на этот счет и поэтому заранее говорить как будет в вашем случае как минимум некорректно тем более утверждать что будет когда настанет срок внж продлевать в каком мире мы тогда будем жить но о ситуации на середину августа двадцать третьего года можно узнать на вебинаре ссылки на статью по итогам и на видео мы предлагаем ну а я на этом прощаюсь на неделю если вам было интересно пожалуйста ставьте лайки подписывайтесь на обновление всем мира и безопасности